всем привет вы на канале мода сибирь сегодня у нас обзор мало кубатурного мотоцикла под категорию 1 по документам это 125 кубиков сделана данная модель специально для того чтобы владеет правами 16 лет мог спокойно эксплуатировать категорию 1 это главная наверное думаю особенность данного мотоцикла специально подстроились вот категорию 1 хотя можно было устанавливать и более мощные моторы на данные версии но именно пойдет речь именно у 125 кубов все мы знаем кто-то чуть-чуть следит за миром мототехники и особенно китайской что такое ирбис vr1 который 200 кубов его очень похожая копия конструктив абсолютно такой же но с менее мощным мотором менее объемным мотором 125 кубов мотор имеет очень интересную маркировку послушаем немножко выхлоп и заглушим вот такой высокооборочистый двигатель крутит вообще до 10 тысяч оборотов спокойно мы мотор с вертикальным расположением цилиндра пятиступка на механике стандартная версия переключения первая передача вниз остальные вверх очень интересный агрегат не имеет каких-то фантастических технологий но очень интересная рама очень интересный мотор достаточно хорошие шины прекрасный такой симфонический выхлоп типа объем большой мощность большая и так далее давайте его разберем мне очень нравится у этих обновленных моторов сцепление безумно очень мягкая легко настраивается нету проблем с включением передач по существу на самом деле в этом моторе немножко объем побольше порядка 148 кубов но запихали в документы 125 кубиков для категории 1 мотор достаточно хорошего качества производит его идентичный двигатель и лифа компания и зон шен как здесь сейчас представлен мотор зон шен достаточно с хорошим карбюратором его кейхин производит неплохой карп хорошо регулируется и легко на газ отвлекается старого образца вкусной коллектор вынесенной далеко вот жесткий сам по себе нету прослабленных мест чуть-чуть его обновили но можно было бы в принципе и поставить сюда дюралевый или солуминовый чтобы не было проблем непосредственно с трещинами и так далее уже давно это всем известно но все равно оставляет такого плана потому что по существу почему это можно было сделать здесь нету соленблоков мотор не двигается и поэтому и обрезиненный вкусной коллектор вообще не нужен как ни крути рама у него короткая как у юбр-125 вообще это очень похоже и реплика на юбр-125 длинное сидение для двух пассажиров очень удобно водителю оттеснен назад масса водителя вся давит на заднюю подвеску тем самым вы более грамотно размещаете свою массу по самой раме для второго пассажира наклонное сидение здесь разграничение между водителем и пассажиром пассажир сидит чуть чуть выше складные подножечки для пассажира солуминовый держатель такая как бы как накладка основание металлическая труба приваренная напрямую кроме крепление глушителя пошли методом одного крепления я думаю что в процессе эксплуатации вот данное крепление будет выходить из строя и через там год-два хомут нужно будет менять хомут конечно недорогой и можно его сделать из подручного любого материала металла там и хоть какого абсолютно там и толщиной и так далее я думаю многие сделают самодельно там возьмут из двойки металла там согнутую пластину и закрутят намертво и вопросов не будет возникать также нужно отметить что у глушителя нету промежуточной части он приварен целиком и нету дополнительного укрепления держателя то есть по хорошему вот здесь нужно делать кольцо и прикручивать его крепление двигателя для того чтобы глушитель сидел мертвого и никуда не двигался так же хотел отметить как идет трос спидометра то нету защитного туннеля и многим кто приобретет данную модель вот с этим вопросом придется немножко подразобраться то есть нужно будет защитить трос оплетку троса сцепление от прогорания от трубы то есть нужно будет противопрогорочный материал ленту например намотать на трос чтобы он не сгорел это неминуемо здесь вот есть сверху регулятор мы можем его оттеснять регулировать но по существу все равно это вопрос не решит как ни крути по задним амортизаторам а задние амортизаторы мне приятно удивили и сделано достаточно неплохо и очень мягко на ходу даже там с весом 80 килограмм работают полноценно но грузоподъемности большой нет максимальная грузоподъемность 160 килограмм у задней подвески обратите внимание еще на на маятник маятник как сделан проварка сплошная внутренней части наружной части то есть сплошной усилитель здесь труба и выходы расплющены стоит двойной натяжитель цепи очень грамотное решение уже у многих моделей постоянно допотопные натяжители стоят вот такой вот надо везде ставить даже бюджетной версии он будет очень хорошо работать мощный болт мощные пластины легко легко будет регулировать натяжку цепи данный натяжитель очень сильно нравится да и вообще посмотрите как сделано задний маятник очень просто дешево и достаточно крепко молодцы по цепи цепочку конечно можно было бы в принципе уже бы запихать пятисотку но решили поставить 428 и даже не аж не усиленную а просто стандартную цепь закинули без дополнительного натяжителя есть только вот резиновый успокоитель вот здесь пяточка пяточку видно резиново вот он там еле-еле держится есть также хомут снизу закручивается на хомут передаточное число 42 звена непосредственно задней звезде и 14 спереди на ведущей большая объемная крышка теперь начали заострять на этом внимание непосредственно и очень удобно что если даже будет спадывание цепи что не разломает крышку и крышка генератора останется целой вылететь просто она в бок спадет и вылетит назад это тоже достаточно важный момент раньше постоянно застревала там в равном соединении либо между крышкой и звездой крышку просто выламывала и и выкидывала переключение немножко передача своеобразная ни на что не похоже имеет очень сильные гнутые линии но работает достаточно неплохо немножко большой наклон видно типа как болтается много люфтов между собой но переключая четко сцепление работает грамотно передача включается идеально поэтому особого дискомфорта это не вызывает есть центральная подножка и боковая подножка байковая подножка немножко коротковата наклон мотоцикла очень большой и пятно маленькая то есть если на грунте ставят лучше ставить на центральную подножку из дополнительных приколюх которые здесь установлены типа замок для шлема есть мягкие поворотники диодные также установили фару но не почему-то на диодную не переделали как и была на вэре старого образца так и есть и крыло тоже самое из такого дубовенького пластика сделано кстати по сиденью сиденье имеет противоскользящий материал очень удобно большой объемный красивый бак всегда мотоцикл смотрелся с таким баком достаточно прилично красиво выбрали выбрали именно черный цвет чтобы показать всю красоту данной модели и с большим баком очень удобно эксплуатировать расход небольшой у этого моторчика мотор кстати имеет по документам 10 лошадиных сил по ПТС так скажем но по факту здесь не менее 12 лошадок по тяге сразу это было понятно что ни о какой 125 тут не идет речь двигатель помощнее нежели чем 10 лошадок по передней подвеске мне всегда нравились перевернутые вилки даже в бюджетных вариантах работает очень хорошо максимальный ход подвески почти 13 сантиметров вот под линей видно я тут специально проехался на нем чуть не лежачий полицейский чтобы максимально вниз опустить ее чтобы хотя бы было видно штрих вот работает она достаточно неплохо мне очень нравится если еще учитывать что в принципе это бюджетный вариант то это прям очень жирно для бюджетного варианта иметь такую переднюю вилку по дискам диски с полкой усиления с прожилинами по перекладинам вот в нижней части все это усиленное мне эти диски вообще всегда нравились и очень мало обращений в данных дисках они уже не заходят обычно там убивают шину эти диски складываются шина шина рвет шишки грыжи и так далее диски терпят мне вообще всегда очень нравились эти диски передний диск с гидравлическими тормозами гидравлика работает очень неплохо гидравлика кстати старого образца с простой ручкой но работает отменно здесь вот еще очень интересная накладочка брендовая вот но раньше здесь была эмблема ирбиса теперь ее конечно же нет кстати кто будет технику заказывать в упаковках в разные города будем отправлять знаете вот я специально выбрал вариант который максимально видно где есть косяки из-за того что китайцы по тупому складывают детали в коробку на переднем крыле мы три штуки собрали у двух вот такие прям хорошие потертости и повреждения у одного слегка но в одном и том же месте а также нужно отметить что сзади есть потертости с обеих сторон это неминуемо это из-за того что просто неправильно уложен на цепочку поэтому имейте ввиду что это неминуемо при покупке меньше или больше будут в этих трех местах обязательно потертости какие-то вот заклеивать наклейками придется кто-то подкрашивать будет и так далее также нужно отметить большой багажник достаточно мощный можно прикручивать хороший кофр и кофр будет держать прикручивается багажник прямо на раму хорошо установлены хорошие крепления поэтому у нас здесь огромные что можно нормально установить барахло всякое складывать проблем никаких не возникнет нужно еще отметить что мне не совсем нравится и раньше никогда не нравились очень тонкие крышки которые еле-еле держатся и сидят непосредственно закрывая там аккумулятор например вот здесь вот крышка под аккумулятор ну сопельки это проблемы старых лет с альфами и с многими другими мотоциклами что ну уже давно нужно переделать данные крышки чтобы не было с ним никаких проблем она сопливенькая дешевенькая вот и я думаю что тот кто будет часто открывать закрывать крышки хорошо что четко подходит в отличии от альф по размеру и спокойно закрывается крышка вот этот огромный плюс точно сделаны размеры а так можно было бы и потолще вообще нужно было переделать на более современные крепления которые вставляются снизу вверх и внизу болтом спокойно фиксируется и никаких вообще проблем вот такой вот агрегатик я думаю тем людям которые начинают эксплуатацию с низкая посадка и те кто ростом небольшим до метр семьдесят вообще просто я метр восемьдесят понятно что мотоцикл как бы так впритык и хотелось бы немножко побольше он как будто уже такой как маловат немножко вот это есть тонко тонкость такая но людям которые меньше метр восемьдесят особенно спасительные варианты подросткам которые там метр шестьдесят это будет просто идеальнейшим вариантом для эксплуатации во фаре фара старая допотопная здесь стекляшка кстати стоит уже давно не видели стекла но здесь еще до сих пор оставили стекло простую лампочку грушу чмошную туда поставили и естественно со светом придется немножко побороться придется поставить либо галогенку либо поставить как сейчас любят диодную лампу которая будет нормально четко светить зеркала достаточно неплохие на высокой ножке видно отлично что происходит вокруг вопросов не возникает тахометр остался тем же самым немножко окрас внутренний немножко другой стал красно-бело-синий такой максимальная скорость у данного аппарата составляет порядка 120 километров в час 115 но по передаточному числу я считал я думаю что больше 100 105 наверное навряд ли он пойдет крейсерская скорость будет 80 80 будет спокойно бежать без всяких проблем мощности хватает и передаточного числа хватает ему вот это его будет идеальная скорость 100 максимум никаких 115 думаю речи не может вообще в принципе задние тормоза тормоза барабанные давайте их тоже посмотрим большой барабан тормозят отлично вопросов не возникает ну и по шинам шины 3.25 на 18 сзади вот с таким вот специально смешанным протектором для повседневной эксплуатации как на груди так и на асфальте ну и спереди немножко шинка как обычно поменьше 3.00 на 18 протектор точно такой же вот такой вот классный аппарат в данное время те кто хотят под категорию 1 просто спасительный вариант потому что на данный момент на рынке в россии найти что-то подобное будет очень и очень сложно и с такой базой и с низкой посадкой и с такой комплектацией я думаю это будет один из лидеров продаж в данном сегменте по ценообразованию ценообразование выглядит так данный мотоцикл стоит у нас 80000 рублей 79 950 это на сегодняшний день по сумасшедшему курсу к сожалению но это факт всем подписчикам нашего канала если вы покупаете технику в упаковке то дополнительная скидка на данную продукция составляет 7000 рублей всем те кто будет покупать технику в собранном состоянии скидка будет 4000 рублей в наличии есть цвета красный синий черный ну черный наверное думаю как всегда будет лидером продаж безусловным вот отправляем технику в различные регионы на самых выгодных условиях подыскиваем максимально дешевую транспортную компанию чтобы удобно было с нами сотрудничать ну вот как то так как то так какие то есть вопросы или кто имеет уже такой аппарат пишите какие есть слабые места может быть кто-то ВР1 который 200 кубовый эксплуатирует подскажите какие есть плюсы какие есть минусы какое мнение о мотоцикле пишите комментарии всем всего доброго спасибо что были с нами на нашем канале всем пока